Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Посреди нашей и так не сильно холодной испанской зимы наступило ожидаемое потепление, вылено солнышко, и мне захотелось раскочегарить гриль. Нет никакого желания как-то сильно изгаляться, да и вы, если решитесь повторить этот рецепт, вряд ли вдохновитесь изысками высокой кухни в дачных условиях. Поэтому буду готовить курицу в соусе карри. Вот так вот все примитивно просто. Это у меня курица, это йогурт, соль, масло, это лайм, это порошок карри. Здесь смесь порвану зира, кориандр, острый красный перец, пожитник, гвоздика и паприка. Приступим! А начну я с приготовления маринада, чтобы руки не пачкать, перчатки насыплю. Для маринада мне понадобится цедра и сок лайма. Теперь сюда пряности, соль и йогурт. И перемешать. Готово! Хребет у курицы, приготовленная на гриле, абсолютно несъедобная штука, поэтому его, конечно, надо вырезать. Пригодится он для бульонов или для домиглясов. На канале, кстати, есть ролик про куриный домигляс. Щелкьте вот в уголочек и смотрите. Птицу надо распластать, чтобы на гриле быстрее пропекалось. Остается старательно мазекать птичку маринадом и пусть она лежит себе, думает о вечном. Реноваться ей примерно 20-30 минут. Зависит от температуры, при которой дело происходит. При нынешней, плюс 16, плюс 17, 30 минут пойдет. Можно 5-6 часов мариновать, но вот больше уже точно не стоит. Бессмысленно. Я пока распалю гули. В этом стартере они разгораются минут за 15 от силы 20. На гарнире я хочу приготовить картошку. Выбрал совсем не крупную. У этого сорта очень тонкая шкурка, так что даже и чистить ее не буду. Перерыв. Угли уже раскочегарились. Курица будет готовиться на непрямом жару, так она пропечется как раздравномернее. Можно начинать. Птичку сюда, вот так вот, в условно холодную зону. Ну, и картошку вариться вот сюда поставлю, непосредственно над углями. И воды, как видите, налил до половины картошки. До половины для того, чтобы сначала курица готовилась в пару, и вода выкипала. А потом бы вода полностью выкипала, и картошка бы еще и запекалась немного. Ну, такая игра в полупеченую картошку. Всего птицы такого размера, такой толщины грудки, такой накачанной, примерно вот на этих углях запекаться около часа. Но с картошкой еще не все, поэтому мы встретимся с вами немножечко раньше. Картошка сварилась, но это еще не все ее мытарства. Надо приправить ее маслом. Теперь солью и чеснока прямо в шкурке сюда, чтобы он свой аромат отдавал. Вот так вот. И надо отодвинуть в сторону прямого жара. Пусть набирается вкусов и ароматов. Так, курица еще доходить до кондиции. Видите, в грудке пока 58 градусов. Процесс продолжается. Курица уже готова, но я хочу добавить еще аромат от дымка. Здесь у меня дубовая щепа. Завернуть ее в фольгу. На углях без доступа к кислороду она будет тлеть. Это, конечно, и близко, не копчение. Так появится легкий-легкий аромат дыма у готовой курицы. Хватит ей буквально пяти минут. Вот такой результат. Курица пропеклась. Она безумно ароматна за счет использования карри соуса. Картошка тоже изумительно. Смотрите, просто прекрасно. И денек прекрасен. Начну я, конечно, с курицы. Давайте, наверное, ножку. О, видите, как она пропеклась? Ножка просто отваливается. Сама, без всяких ножей. Так, что касается вкуса. Эта штука должна быть очень-очень острой. Она сочная. Она яркая. Она острая. Просто класс. И легкий аромат дымка. Просто чудо. Все-таки приготовление при относительно невысокой температуре на непрямом жару – это вещь. В течение всего времени температура колебалась под крышкой у меня между 160 и 180 градусами. И это термометр в зоне, где термометр располагался непосредственно над углями. То есть в зоне, где курица была даже пониже температура. Где-то, наверное, между 150 и 160 колебалась температура. Это она так классно нежно пропеклась. Вот вся вот эта коричневая поверхность сверху – это не подгорелости. Это как раз-таки вот эта вот пряность, а с ней из пряностей дала такой цвет. Не пугайтесь, здесь ничего сгоревшего нет абсолютно. Ну и картошка. Картошка с легким ароматом дымка, с ароматом чеснока. А! Чеснок отдает в масло свои ароматы. Я этим маслом картошку в пердичке еще и смазывал, пока она готовилась. Раздавился, все пропиталось. Просто чудесно. Волшебная картошка. Просто я обожаю картошку, приготовленную таким макаром. Когда ее просто запекаешь, в фольге и так далее, получается просто печеная. Нет вот этих вот богатств ароматов. Добавление чеснока или розмарина или тимьяна свежего на последних этапах делает из картошки просто какое-то чудо. Ну, потому что я должен еще немножко курицу. Смотрите, какая шкурка вся в пряностях. Дымочек. Просто великолепно. Не обердайте меня. Гриль – это великолепно. И еще кусочек картошки. Чудо! Чудо! Короче, если вы хотите приготовить, не заморачиваясь с никакими сложными рецептами, именно классную курицу на углях, соберите себе мангальчик, так что можно было прикрыть сверху крышкой, чтобы со всех сторон курица готовилась, чтобы температура была невысокая. Потому что если просто на невысокой температуре готовить без крышки, снизу жарится, сверху нет. Она слишком быстро сохнет. Если создать вот эту вот закрытую зону, получается вот так. Поэтому мангу смело вам порекомендовать. Состав пряностей. Можете свой какой-нибудь придумывать. Фантазируйте, пробуйте. Чем богаче, тем будет ярче. Но старта здесь нужна. Получается вот такая штука. Короче, на этом позвольте с вами попрощаться. Напоминаю, по правам в году фреска. Вы можете здорово сэкономить, приобретая ножи Самура на официальном сайте Самура.ру или Самура.орг, если вы из-за границы берете, не из России. Огромное спасибо за компанию. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok